В Тверской области состоялся форум сельских женщин. Ежегодное мероприятие по традиции собирает десятки участников. В этом году площадкой для его проведения стала Бежицкая земля. В работе форума приняла участие руководитель Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова. Подробности далее. В Бежицком районном доме народного творчества 3 сентября прошел форум сельских женщин. Он проводится в Тверской области уже в четвертый раз. Мероприятие посетили представители Федерального министерства сельского хозяйства и региональных ведомств. Форум сельских женщин на самом деле уникальное мероприятие. Я рада, что сегодня в этом зале те, кто не понаслышке знает, что такое развитие села, как важно для наших сельских территорий не только иметь экономические инструменты стимулирования, но и заботиться о культуре села. Лидер тверских волонтеров Юлия Саранова сама выросла в поселке и знает, насколько важна господдержка для сельских жителей. Послушать о существующих мероподдержке приехали жительницы Бежицкого района, Сандовского, Краснохомского и Весегонского городских округов. Это и действующая государственная программа комплексного развития сельских территорий, в которой существует масса мероприятий, помогающих муниципалам реализовывать большие проекты. Это и строительство школ, и строительство дорог, и жилье, благоустройство сельских территорий. Кроме этого, очень активно стараемся развивать предпринимательское направление. Также в этом году был принят закон по агротуризму, благодаря которому фермеры, которые параллельно занимаются туристическими направлениями, с 2022 года могут получить господдержку. Еще одно важное направление развития — агрошколы. Данный проект предполагает объединить школу, профильные учебные заведения и сельхозпроизводство. Так дети смогут осваивать профессию уже со школьной скамьи. Женщины приехали не только послушать, что грядет в этом году и на следующий год, и на будущую пятилетку, но и высказать свои мнения, свои предложения внести. К микрофону пригласили жительниц муниципальных округов, которые рассказали коллегам, как действуют меры поддержки на практике. Однако все они отметили, что на селе есть еще немало проблем, причем как местечковых, так и глобальных. Все меньше становится молодых семей. Молодые семьи уезжают. А как результат, в школе уменьшается количество ребят. Я считаю совершенно неправильный подход государства к финансированию сельской школы, подушевое финансирование. Для сельской школы это большая проблема. Я не буду ее расшифровывать. В нашей школе, не знаю как в других, низкая скорость интернета. Мы не можем выйти работать в онлайн мероприятиях. То есть для нас это проблема. Компьютерное оборудование тоже требует замены. Все пожелания женщин будут учтены. По итогам форума была составлена резолюция, которую передали в правительство Тверской области.